Платошкин на вас написал два доноса, то есть вы на него ни одной бумаги не писали? Я ни одной бумаги на него не писал в правоохранительные органы, подчеркиваю, в суд или прокуратуру или в МВД ни одной. А он на меня написал две бумаги, они, кстати, в интернете есть, вы их можете почитать, в правоохранительные органы, то есть в прокуратуру и в суд, две бумаги написал, а я ни одной бумаги на него не писал вообще. Я, естественно, писал бумаги нашим юристам, ну вы знаете, которые должны, и они подготовили целую папку, что он экстремист, но, так сказать, эта папка, она у меня есть. Но я ее направить куда-то или, так сказать, направить документы просто не делал этого, да, просто по разным причинам, потому что, ну, у нас политика, так сказать, а это в принципе мелочевка. Потому что в лоб сказать, что мы против суверенитета отечества и против его территории нельзя, да, вот мы же видим, Платошкин, нельзя Курилы отдавать. И тут же своим создавайте организацию, которая будет организовывать людей, чтобы они голосовали за передачу территории иностранцев. Это как? Ну вот как это? В конце апреля на канале НОДА вы говорили такую фразу, что мы направили его высказывание для анализа на предмет попадания под статью Уголовного кодекса. И если там найдутся основания, то, соответственно, я направлю материалы по привлечению в округ уголовной ответственности и немедленному аресту. Учитывая то противостояние, которое между вами были тут даже в студии, не могу не задать вопрос. Это ваших рук дело? Ну, правоохранительные органы действуют по своим правилам, но информацию мы, как и обещали, предоставили. И, собственно говоря, когда мы общались в студии, там не было противопостояния. Это просто иностранный агент, шпион, который на территории России осуществляет ее ликвидационные мероприятия. Десантник США, как мы его называем. И дело любого государства себя защищает. А такого рода десантников и иностранных шпионов, соответственно, их сажать и как-то с ними разбираться. И обратите внимание, кто мгновенно сработал по принципу наших бьют. Пятая колонна, Навальный, этот бывший губернатор Екатеринбурга и все остальные. То есть очевидно, что это общая управленческая банда, задача которой остановить племисцит, остановить российскую власть народа, остановить восстановление нашего отечества и иметь на служение своим хозяинским хозяевам. Ну, то есть правильно ли я вас понял, что достоверной информацией о том, стал ли ваш запрос, а был ли запрос вообще официальный депутатский? Мы направили официальные бумаги тогда, еще больше месяца назад. Нет, бумаги или это официальный депутатский запрос? Все-таки это разные вещи. Это было письмо, но просто в этом письме не содержалось требования арестовать, как вы понимаете. Да, я понимаю. Содержался анализ, да. А это письмо было подписано кем? Мной. В дальнейшем, соответственно, действия дальнейшие правоохранительные органы сделали на основе то ли этого анализа, то ли своего. Мы этого не знаем, потому что мы получили просто ответ, что наша информация принята к свете. То есть там не было так составлен документ, что нам ответили, так сказать, в конкретном ключе. Скорее, это была информация по фактам призыва к экстремизму, призыва к свержению существующего государства российского. Нет, ну к свержению-то он никогда не призывал. Он всегда говорил к любому своему призыву собраться на улицах, он всегда прикреплял слова согласованные, законные и так далее. Ну то есть, знаете, из разряда базар-то фильтровал. Вот смотрите, мы к своему документу приложили его, высказанную его ролик. То есть я же почему и говорил, что мы направили для анализа. А о каком ролике идет речь, можете подсказать? Ой, ну там было их несколько. Это было множество роликов с призывом экстремистской деятельности. Ну вот это дата, пришла информация, что речь идет о каких-то трех конкретных роликах. Я поэтому и подозреваю, что все-таки взаимосвязь между вашим обращением и его арестом, мягко говоря, прослеживается. Ну вполне возможно, мы с этим не спорим. Значит, очень хорошо, если это прослеживается, значит, это наш вклад к восстановлению нашего отечества. Враги отечества и государства, а вы помните, что я прямо сказал, что он враг отечества. Они должны государство на то, что и государство защищает себя от шпионов и врагов. Евгений Алексеевич, ну позвольте, вот если хотя бы просто ориентироваться, да, я понимаю, что это несколько лукаво ориентир, но все-таки полмиллиона подписчиков у человека на канале. То есть мы что, следуя вашей логике, что у нас полмиллиона врагов Родины? Нет, это означает, с точки зрения ущерба, который может нанести враг отечества Платошкин, отектияющие обстоятельства. А то, что он ввел в заблуждение какое-то количество людей, это просто говорит о высокой профессионализме той американской школы Майданов, которая, собственно говоря, его и готовила, на наш взгляд. Фактор большого количества подписчиков – это отекчающие обстоятельства. Если бы у него было один-два подписчика, да говори, что хочешь. Но поскольку у него серьезная аудитория, вы знаете, СМИ начинаются с 50 тысяч, это значит, его фактор удара по России существенный. А это значит, что точно это подлежит отдельной оценке особой проверки. Что, собственно говоря, и было, я так понимаю, сделано. То, что человек выступает в критической ситуации против своего отечества – это очень плохо. Поэтому мы и говорим, что он шпион. Очень плохо. Но имеет ли он сегодня в условиях оккупации право выступать против своего отечества? Да, умеет, имеет. Но Платошкин предположительно, потому что мы не забегаем вперед сюда, нарушил закон не об этом. Он призывал к экстремистской деятельности, то есть к силовой борьбе с российской системой и с российским государством, и с российским народом. Это разные вещи. Но когда у вас человек банк грабит, у него взгляды могут быть любые вреды. Но он нарушает закон. Вот в данном случае Платошкин просто, предположительно, нарушает закон. Вот и все. При этом то, что он против восстановления нашего отечества, его суверенитета и против права народа на власть – это отдельная история, которая характеризует его как гада. Он предельный не врат. Я насчет искренности не спорю. Правильно? Поэтому он в 2018 году и приехал в Россию, чтобы участвовать в ликвидационных процессах. Достаточно искренне. Я, кстати, считаю его идеологическим врагом России, а не только, знаете, за деньги, как Навальный и другие. Поэтому в этом плане… Но это другая история. И то, что вы говорите там 500 тысяч или сколько-то тех, кому он нравится, так слушайте, у нас граждане гробнули нашу страну. Вы думаете, в 1991 году на референдуме, который до сих пор люди не понимают, что они голосовали за ликвидацию СССР, а говорят, мы же за СССР бы. Там написано «Верховенство, прав, республика, суверенитет» за ликвидацию. Или в 93-м. Конечно, у нас проблема в гражданах. И то, что ему удается обманом 500 тысяч человек условно сделать из них врагов Отечества, возможно, мы не знаем, как они еще проголосуют, это только показывает, насколько он коварный враг нашего Отечества. А это значит, что степень защиты государства и Отечества в отношении него должна быть на более высоком уровне.